Школа общественного контроля теперь и в Иванове. Федерация автовладельцев России провела в нашем городе семинар по общественному мониторингу. Цель нашего приезда, она связана с тем, что мы представляем здесь школу общественного контроля, которая, собственно говоря, занимается мониторингом в семи направлениях, в том числе мониторинг МРЭВа мы вчера проходили, мониторинг предоставления услуг ОСАГО страховыми компаниями и мониторинг, мы здесь выбрали, мониторинг ДПС телефонов доверия. Проблемы эти, да, более знакомы всем автомобилистам. Вот только, как правило, горожане плохо осведомлены о своих правах и обязанностях тех или иных ведомств. Школа – шанс для каждого социально активного ивановца получить нужную ему информацию, чтобы контролировать соблюдение своих прав. К сожалению, такой активной общественности в Иванове оказалось немного. Состояние общественности на всем пространстве России, оно в принципе одинаково. Здесь есть отдельные люди, которые активные, это 5% населения, и они здесь в Иваново есть. И очень много-много людей, которые готовы отстаивать свои права, но в основном лежа на диване. Поэтому ничего здесь такого удивительного в Иваново или отличительного от того, что есть в России, нет. Тем не менее, я считаю, что само представительство наше здесь, в Иваново, оно добивается в принципе неплохих, я бы сказал, даже таких выдающихся иногда успехов, что касается не только автовладельцев, а вот именно вопросов безопасности. От теории к практике. Фаровцы посетили одну из заправок, чтобы продемонстрировать, как работает мониторинг АЗС. Общественный мониторинг АЗС проводится для оценки от АЗС для потребителей по четырем параметрам. Это в первую очередь информативность, предлагаемые услуги, это уровень сервиса и дополнительных услуг, предоставляемые нам на автозаправочной станции, а также качество топлива, которое оценивается экспресс-тестами. И мы еще проводим мониторинг цен на это топливо. Результаты проверки АЗС вносятся в интерактивную карту веб-приложения проекта, с которой может ознакомиться любой желающий. Не смогли не посетить москвичи и Ивановский МРЭО. Фаровцы проверили соблюдение требований регламента, связанных с регистрацией автомобиля и обеспечения доступной среды для инвалидов. Без нарушений не обошлось. У сотрудников ГИБДД должно быть или таблиц, или бейджики, чтобы идентифицировать этого сотрудника. Они отсутствуют. А еще время обслуживания излишне затянуто. Нарушена очередность выдачи номеров, визуализация очереди. Экран или табло отсутствуют. И взимается комиссия при уплате пошлины через терминал. Школа действует по принципу. Если хочешь накормить голодного, не давай ему рыбу, дай ему удочку. С полученными знаниями участники проекта сами смогут контролировать соблюдение законов, тем самым воздействуя на качество оказываемых услуг.